Это новичок Брестского гонбольного клуба имени Мешкова Никита Вайлупов. Неделю назад в спорткадре он дерзко пообещал забрать все трофеи у своего бывшего клуба Скаминск. Клуба, который дал ему путевку в жизнь. Мы не будем обсуждать моральную сторону этого заявления, но абсолютно очевидно, таких громких слов нашему гонбольному чемпионату очень сильно не хватает для разжигания интриги. Спорткадр сильно заинтересован, чтобы на матчах БГК СКА высекались искры, а потому сегодня даем слово армейцам. Александр Яромаш нашел гонболистов на школьной линейке. 1 сентября гонбольный клуб СКА с теплыми пожеланиями отправил ребят из спортивной школы имени Спартака Петровича Мироновича в новый учебный год. Акция, похоже, станет постоянной. Я думаю, что каждый год будет проводиться такая линейка на 1 сентября, чтобы детей отметить, чтобы для детей привить любовь к своему гонболу и шаганболу, чтобы они чаще виделись между собой и общались. Пресс-служба клуба подготовила для юных гонболистов и их многочисленных родственников видео, в котором профессионалы армейцы делились школьными воспоминаниями. Я не помню, это было очень давно. Помню, что воровали булочки и воровали бесплатные завтраки. Больше ничего не помню. Что нравилось? Можно запускать школу. Стартовый матч чемпионата против Машеки получился неоднозначным в исполнении армейцев. Без травмированного Сергея Шиловича добыта вроде и крупная победа 31-21. Но первый тайм вышел скомканным. До первого серьезного матча времени мало. 8 сентября в Минск приедет БГК. По сегодняшней игре, в принципе, я пока вижу, что есть еще очень много над чем работать. И на самом деле, я думаю, что еще мы не совсем готовы к игре с Брестом. Я думаю, что лучшие игры к нам придут не раньше, чем в конце месяца. Впервые за несколько лет мешковцы не будут скованы лимитом на легионеров. И этот факт тоже, пожалуй, не в пользу СКА. Я думаю, что у Бреста есть определенное преимущество в этом плане. Но и наши ребята, я верю в то, что они могут составить конкуренцию. Буду очень болеть за них. То, что у них есть сегодня максимальное количество легионеров, для нас, наверное, если мы победим в этих играх, будет только плюс, что мы снова докажем, что мы можем еще лучше работать. Поэтому для нас это не принципиально сегодня. В составе армейцев один легионер. Украинец Богдан Черкащенко. Который, правда, недавно отказался от вызова в свою национальную сборную. И, судя по всему, намерен стать белорусом. В общем, СКА продолжает операции исключительно на своих игроков. И не собирается брать иностранцев даже точечно. Традиция армейского клуба. Я думаю, что это вектор развития белорусского гонбола. Если честно, мы даже не обсуждали эту тему. Мы видим смысл хороших игроков. Мы не можем купить. А средних за год можно вырастить самим. Так какие цели у команды на сезон? Вопрос к главе клуба. Мы, скажем так, поставили амбициозные планы стать чемпионами страны. Про Еврокубки. Так понимаю, стоит цель попасть в групповой этап. Да. В этом году мы планировали начать уже розыгрыш Кубка с третьего этапа. Но, к сожалению, нас поставили играть со второго этапа. Я думаю, что первая наша игра будет с Рыбницей. Ну, это команда, скажем так, надеюсь, проходная. А дальше будет зависеть от жеребевки. От задачи стоит попасть в групповой раунд и там пошуметь. Ну и нельзя было обойти стороной вот это высказывание экс-армейца Никиты Вайлупова из спорткадра недельной давности. Я могу пообещать, что на протяжении трех сезонов, что я буду здесь в Бресте играть, мы все трофеи у них заберем. Итеблянин, безусловно, подогрел интерес к противостоянию. Но не все оценили ход гандболиста. Никакие слова меня не задевают уже давным-давно. Но я думаю, что Никита должен думать, что он говорит, в принципе. Поэтому тот клуб, который из него сделал высококлассного спортсмена, и человек может себе позволить такое высказывать в сторону клуба, я думаю, что это некорректно, наверное. Ну, то, что сказал Никита, это пускай остается за ним. Мы же не будем громко о чем-то говорить. Мы будем упорно работать, стараться. И понятно, что цели – обыгрывать Брест. В этом году все считают, и мы считаем точно так же, что СКА усилился. Поэтому надо стараться и побеждать у Бреста. Первая серия увлекательного противостояния СКА-БГК, как уже говорил, в ближайшее воскресенье. Приезжайте в Ручье, либо смотрите на «Беларусь-5».